Эту тему детальнее буду обсуждать с Юрием Игнатом, спикером командования Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Юрий, здравствуйте, рад вам, как всегда, в нашем эфире. Да, доброго утра. Давайте, да, о реальности. Вы тогда после уже откомментировали свой же комментарий в отношении Патриот. На самом деле не будет конкретной даты для средств массовой информации, когда системы американского производства все-таки будут на территории Украины, и соображений безопасности, по крайней мере, такая история не говорится. Как раз тут об эффективности мы с вами не единожды говорили, но как Патриот могут в целом, наверное, изменить систему противовоздушной обороны Украины? Почему именно Патриот, необходимая украинскому небу? Ну, прежде чем мы поговорим о Патриот, все-таки давайте эту тему письля Пасхи надо закрыть. Видите ли, если сидят балбесы в информагентствах и высасывают из пальца новости, и делают, ну, спросил ведущий, кулыбуды, я говорю, так и с опаски там разберемся, да? Ну, как воспринимать такое, делать из этого новость, которая идет в топ, это вредительство, как минимум. Ну, если хотите приглашать спикеров официальных, я вам говорю и тем, кто сотрудничает, и хотите от них слышать интересные новости, иногда можно и отшутиться, потому что нет ответов на те вопросы, которые чаще всего задают и на марафоне, и на других информационных площадках. Ну, нет вопросов, ответов вернее, когда закончится война, когда умрет Путин и так далее. Вот один из таких вопросов, но более приземленный, когда будут Патриот, но будут, обязательно будут, и мы будем ждать. Действительно, эта информация очень чувствительная, мы не можем вам называть термины. Поэтому, как я сказал, если опаски. Вот, живите теперь с этим. Вот именно, что касается самих систем. Я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что эти системы помогут на определенных направлениях отогнать российскую именно авиацию. Ну, нужно понимать, что ни крылатые ракеты, ни дроны-камикадзе не несут такой угрозы, как несет именно пилотируемая авиация. Если сегодня Су-35 самолет сбрасывает крылатую управляемую авиабомбу массой 500 килограмм, он сбрасывает ее одну, одну, или Су-34 самолет. Вот она летит, пытается там поразить цель, там не всегда бьет точно, и такое дело. Вот именно им нужно 10 самолетов поднять, чтобы там сбросить этих 10 бомб. В случае, если авиация будет сбрасывать эти бомбы без крыльев, без GPS-навигации, просто как бомбы свободного падения, это число возрастет в разы и будет более даже точное применение, чем сейчас. Поэтому не допустить появления российской авиации, это в нашем воздушном пространстве, которое мы контролируем, это топ-задача для наших повитренных сыр. И авиация появляется, конечно, на передней линии, это Су-25, в основном вертолеты, которые иногда попадают в радиус действия наших зенитых ракетных систем, или из СРК их сбивают. Но эти самолеты, которые я вам назвал, действуют с дальних рубежей, с дальних подступов, сегодняшние средства ПВО не досягают до них. То есть 75 километров для комплекса С-300, граничный радиус, поэтому Патриот может вдвое увеличить расстояние до достигаемости, до цели. 150 км вместе с сам ПТИ, который тоже придет до спи с Лапаски. Думаю, что эти комплексы можно будет использовать, как решит высшее военное руководство, на определенных направлениях, чтобы обезопасить регионы и эти направления от появления той же российской авиации. Ну и кроме того, не нужно забывать, что комплексы и сам ПТИ, и Патриот, это та техника, что может сбивать баллистику. То есть баллистические ракеты, их ТТХ позволяют. Самое, что у нас есть, уязвимое, и самое, что нужно защищать, это объекты критической инфраструктуры, а именно объекты атомной энергетики. У нас пять электростанций атомных, которые вырабатывают энергию, но обеспечиваются от подстанций. Несколько раз эти подстанции уже были атакованы российскими террористическими войсками, а именно крылатыми ракетами, дронами Камикадзе. Их живучесть влияет напрямую на работу атомных объектов энергетики. Поэтому это тоже второй момент, для чего нам нужны эти системы. Вы так сказали о дальней авиации. Я просто хочу уточнить, чтобы не было снова разночтений ваших слов в эфире разных телеканалов. Мы сейчас говорим об авиации, которая находится на территории временно неподконтрольной, украинской, либо же это авиация, которая находится на территории Российской Федерации и Республики Беларусь? Ну смотрите, авиацию нужно разделять. Есть стратегическая авиация, это Ту-95, Ту-160, это в основном аэродром Энгельс, а уже с Энгельс их рассредоточили по разным аэродромам, боясь опять каких-то обововных, вот этих ситуаций, которые там происходили. Вот это стратегическая авиация, это самолеты, которые бьют ракетами Х-101, Х-555. Больше всего крылатых ракет именно этого типа было выпущено, калибров гораздо меньше. Дальше идет дальняя авиация, это Ту-22М3, на вооружении которых основная ракета это Х-22, знаем, что это за ракета. Далее же уже идет авиация тактическая. Под тактическую авиацию подразумевается это Су-25, Су-24, Су-34, Су-30 и Су-35. Это самолеты, которые могут нести разные виды вооружения, управляемые авиационные ракеты, управляемые авиабомбы, ну разных типов, скажем так. Есть противоорганизационные ракеты, есть которыми они бьют, та же Х-59 часто применяется. Вот эта авиация тактическая может действовать как непосредственно на линии боевого столкновения, то есть близко к государственной границе и так далее, в Черном море, а также может действовать и на дальних отступах, я имел в виду, то есть подальше от границ. Это в 50 и более километрах от наших границ, в частности именно на воскресенье. Это воскресенье было праздничное для христианского мира, так, для нас, кто празднует в это воскресенье, имею в виду. Вот в частности в этот день, религиозные праздники, в России в том числе, да, и они, тактическая авиация была более чем активная весь день, не менее 20 самолетов, начиная от Сумской и Черниговской области, ну на север от этих областей, имею в виду, на территории России, Белоруссии в частности, и заканчивая аж Черным морем, так по кругу они совершали свои атаки. Более 50 авиаударов было совершено и ракетами, и КАБами, управляемыми авиабомбами массой 500 килограмм. А при, вот, как о ФАБах сейчас, чуть позже хотел бы узнать, но просто, чтобы мы закрепили. Когда Украина получит и авиацию западного образца, как мы понимаем, получит, мы чуть позже об этом точно скажем, когда в Украине будет Patriot Sampti, тогда россияне начнут терять такие самолеты, как Су-34, Су-35, да, правильно, которые, ну, достаточно дорогие. Ну, они уже теряли их, скажем так, даже без Patriot. Давайте так, в более массовом порядке начнут терять эти самолеты, вопрос ракетного террора, он будет в меньшей мере уже происходить, либо его не будет вообще, опять-таки, это слишком позитивно, наверное, так говорить, но тем не менее. Ну, вопрос ракетного террора мы прежде всего рассматриваем крылатыми ракетами, именно калибр СА-101. Тут, это немножко другое, тут вопрос будет решен террора теми типами вооружений, которые есть у тактической авиации, которые я называл только что, это ракеты там Х-31, Х-59, я основные называю, чтобы было понятно, и также управляемые авиабомбы, которые новый вызов для нас несут, новую угрозу, те же 500 с крыльями из GPS-навигации, а также полторы тысячные, то есть полторы тоннные бомбы, которые тоже они там пишут у себя, что тоже будут приделывать крылышки им и будут, но я, честно говоря, не представляю, как полторы тоннные бомбы может планировать там лететь, но вполне вероятно, смотря как они там сделают эту аэродинамику, но что суть бомб, еще раз там объясню, может кто не слышал, уже несколько раз это делал, истребитель поднимается на высоту 10 тысяч и более метров, то есть 10 километров и выше, разгоняется там на сверхзвук, то есть чем больше скорость, тем больше будет инерция полета бомбы, сбрасывает бомбу, она по инерции летит уже с разложенными крыльями, по сигналу GPS-навигации она направляется, корректируется ее полет, направляется к цели, таким образом, чем больше высота, чем больше скорость, тем дальше пролетит бомба, то есть уже такая квазибаллистическая траектория, по которой она идет к своей цели. Поэтому вот именно эти типы, если появятся системы, такие как Патриус МТ, а также истребители F-16, у которых некоторые ракеты класса воздух-воздух могут достигать, поражать цели на расстоянии 180 километров, это более чем достаточно, смогут влиять на появление российских самолетов в воздухе, но поверьте, если будут Су-35 или другие летчики видеть, что им навстречу идут F-16, то будет неприятно в одном месте, как минимум, и они вряд ли пойдут на какое-то столкновение или на какой-то воздушный бой, они будут просто отходить. Это и есть то противодействие, та защита, которая нам сегодня нужна. Потому что многие на Западе боятся, что Украина будет сбивать где-то на российской территории или залетать туда и так далее. Но мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим о том, что нам нужно защитить свою территорию от ракетных ударов, от авиационных ударов, потому что противник их наращивает с каждым днем больше. Ракет уже мало осталось. Они уже достают из-за кормов вот эти ХХ-50, которые разрабатывались еще при Советском Союзе. То есть, наверное, дешевле, наверное, есть из чего их лепить. Ракет мало, поэтому они нашли такой способ, старый советский ФАП-500, и пускают их по нашим войскам, попадают в дома и так далее. Вот с этим нужно что-то делать и нужно побольше таких систем, как Патриот Сампти, а также Ф-16. Тут вообще без вариантов. Без этого самолета Украине будет трудно сдерживать такого монстра, как Россия. Ну, я думаю, что все будет. Ну, так просто ремарка. ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-1500 поставили на кустарное производство, то, о чем вы говорите, российское оккупационное войска, кустарное производство модулей управления и коррекции для как раз таких свободно падающих бомб. Опять-таки подтверждение ваших слов, что это здесь и сейчас необходимо Украине, F-16, и больше Патриот, и больше Сампти. Спасибо нашим партнерам, естественно, но этого нужно больше здесь и сейчас. Вопрос F-16, вы на самом деле очень сейчас правильно сказали о страхе украинских партнеров в отношении влета F-16 на территорию Российской Федерации. В Украине, как вы сейчас сказали, официальный представитель Воздушных сил, Вооруженных сил Украины, и до того представители украинской власти, военному командованию, ну, говорили, что такое попросту невозможно. Давайте так, но все-таки страх, это страх передачи F-16, либо это задержки по политическим мотивам, страх, возможно, попадения определенных технологий в руки российско-оккупационных войск, которые есть у наших партнеров. Именно этим объясняется задержка? То, что Украина будет залетать на F-16 на территориях Российской Федерации? Я думаю, речи не о страхе, о попадении технологий быть не может. F-16 это же самолет, самый распространенный в мире, уверен, что где-то он уже там был под микроскопом российских спецслужб, поэтому тут дело не в этом, дело в вооружении, действительно, дело, самолет это, по сути, платформа авиационная, которая доставляет смертельное оружие по адресу, точно в цель и с большого расстояния. Вот для этого и нужен этот самолет, чтобы делать это ювелирно точно, не как делают оккупанты, сбрасывая тонны боеприпасов, просто стирая с лица земли целые кварталы. Вот именно тут больше, вернее, политические моменты, скорее всего, и нужно понимать, что даже передачи МИГов, которые особо там не смогут помочь завоевать превосходство в воздухе, которые не смогут эффективно противостоять ни шахедам, ни крылатым ракетам, ни российской авиации, ну, потому что это невозможно, это самолет 70-х годов, он для этого не создавался, скажем так, создался для борьбы именно с самолетами, с такими большими воздушными целями. Ну и вот передача МИГов, ровно год назад мы записывали интервью с пилотом Джунсом, который говорил, мы его опубликовали буквально 9 апреля у себя на наших ресурсах, где он говорил точно то же, что можно говорить прямо сейчас. То есть как будто мы писали это интервью вчера. Это про то, что да, спасибо вам за помощь, потому что тогда была большая вероятность год назад передачи этих МИГов. Но состоялось только сейчас. Когда страны заявили год назад о готовности передачи МИГ-29, ведь Словакия и той же самой из Польши, то сразу из Кремля прозвучали угрожающие месседжи с ядерной тематикой. Ну, на этом тема на некоторое время притихла. Но, как видим, партнеры не перестали помогать Украине и другими типами оружия. У нас появились и Словакия передала комплекс С-300, у нас появились на САМС, у нас появились АРСТ, ну и также артиллерия, мощная артиллерия, которая уничтожила и до сих пор уничтожает орков на разных направлениях, истощая российскую армию в технике и живой силе. Это самое главное сейчас, истощить врага, нанести ему военные поражения. Таким образом, мы движемся, я думаю, что движемся на пути к нашей мечте, к западному самолету поколения 4+. И передача уже состоявшихся МИГов и Словакии, и Польши, это, скорее всего, как шаг о том, что мы уже получили боевую авиацию, и следующим шагом, скорее всего, будет то, о чем мы мечтаем, о чем мечтают все наши летчики и, я думаю, каждый украинец. Летом 2022 года, ну примерно, да, наверное, и весь 2022 год, когда зашла речь о передаче Украине необходимого вооружения, шла речь и о МК-1С «Грей Игл». Также кто-то мечтал и об МК-9 «Рипер» в таком контексте. Это боевые дроны, их называют чуть ли не самолетами, на самом деле сравнивают по боевых способностях, скажем так. Об этом, как я понимаю, сейчас речь на официальных переговорах и неофициальных переговорах вообще не идет, хотя такие дроны все-таки необходимы Украине. У нас были «Байрактары», то есть есть «Байрактары». Были те, что мы потеряли, потеряли уже в более горячих боях. Это действительно тот комплекс, который внес свою лепту в первые дни войны. Мы видели уничтоженную российскую технику, именно колонны техники, зенитно-ракетные комплексы. Свою роль сыграл он и при приводнении этих, как сказать про крейсер «Москва», более остроумно, не знаю, по потоплению крейсера «Москва». И «Байрактары» играют свою роль. Это хороший комплекс, хорошая видимость. Но, к сожалению, в плохих погодных условиях он не так эффективен, но все же он в начале войны сделал свое дело. И сейчас же при такой насыщенной российской ПВО, которая у них есть, мы их уничтожаем и ракетами их армии, и артиллерии, и дронами «Камикадзе» российской ПВО немножечко потрепанные на сегодняшний день. Но вместе с тем они производители, они могут наращивать изготовление систем С-400, С-350, тех же «Трехсоток». Также бук трех модификаций у них есть. Тот же «Панцирь», который стал очень популярен сегодня. Малого радиуса здесь, но все же он довольно-таки эффективен, но нужно говорить об этом. И применение на сегодняшний день беспилотников, таких как «Грей Игл», вы сказали, особо при такой эффективности, вернее, насыщенности, имею в виду ПВО, вряд ли принесет какие-то плоды. Он будет просто сбит, как и другие беспилотники. Поэтому нужно обращать внимание все-таки на то рациональное зерно, которое уже озвучено с многих площадок, политических площадок, военных руководителей нашей страны. Это платформа F-16. Тут то, что можно на данный момент, то, что есть в наличии, и то, что было бы сейчас самым эффективным и самым быстрым решением для предоставления Украины. Другие варианты. Были там публикации «Мираж-2000» или «Тайфун-1». Но это в никуда, это путь в никуда. Это самолеты, которые даже уступают, возможно, мигам, те, что у нас есть на выражении. Потому что устаревшие самолеты. Никакие «Торнадо», никакие «А-10» на сегодняшний день. «А-10» тоже хороший же самолет, известный, бородавочник, да, он называет, что «Мавик-американский». Ну, где мы его будем применять? Ну, его также собьют, как и беспилотник. Ему нужно входить в зону, в радиус действия вражеского ПВО. Кроме того, у них есть ракеты дальнобойные, Р-37, которыми они будут работать по таких целях. Поэтому в современных условиях, в тех условиях основки, которые сейчас сложились, ну, тут выбор очевиден, выбор сделан. Нужно завоевать, прежде всего, превосходство в воздухе на оккупированных территориях. Таким образом, это принесет нам путь к победе. Вот о превосходстве в воздухе. На конец нашего разговора газета Financial Times анализировала там задачу прорыва российских линий обороны, которая будет стоять. Это задача перед украинской армией. Где бы, когда бы она не начинала контрнаступление. Понятное дело, сейчас не о направлениях. Опять-таки, ванговать не будем в эфирах. Тут о том превосходстве, который по сообщению средств массовой информации есть у российской армии. Ник Ганнелл, это бывший офицер британского королевского инженерного корпуса, говорил о том, что для того, чтобы прорывать линию обороны, ну, это логичное заявление, нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Это буквально цитата. Говорил о том, что риски Украины усугубляются тем, что на фронте не имеет Украина господства в воздухе, и российская авиация сможет раздавить украинскую специальную инженерную технику, полагает господин Ганнелл. Это такая оценка, это недоверие к силам обороны, либо реалистичная оценка сложившейся ситуации? Превосходство в воздухе – ключ. Это говорил командующий наш по витрингу силу генерала Атланта Николай Лещут. Есть, ну, у него там на телеграм-канале, который создали, там есть 8 пунктов, для чего нам нужен F-16. И там, в принципе, можно прочесть тоже между строк, что это означает на сегодняшний день господство в воздухе. Мы для успешного контрнаступления, прежде всего, нужно остановить силы противника, его атакующие действия. То есть нужно, чтобы противник перешел от атаковальных действий к оборонительным. Активным никакие бы не были, но оборонительные. Далее нужно завоевать превосходство в воздухе на оккупированных территориях, а может быть и далее. Это можно достичь комплексами ПВО, прежде всего. Также авиации, которая будет противодействовать. Но в идеале это был F-16, конечно же. Ну и третий момент, нужно перебить в одночасье с тем, что будет происходить, перебить пути снабжения противника боеприпасами, ну и вообще всем, чем питается армия, даже продовольством. То есть перебить логистические узлы, центры, где вот это все группируется, транспортные развядки и так далее. Тогда враг будет обескровлен. Ну в принципе так, такое мы наблюдали на Херсонском направлении, когда был разрушен Антоновский мост, где противник чуть ли не вплавь бежал на ту сторону реки Днепр. В Харьковской области тоже блестящая операция была проведена нашим руководством, где не только противник бежал, но оставил, в большинстве бежал. Его уничтожали, конечно, но оставил нам хороший российский ленд-лист, так много техники, много танков, и что успешно применяет сегодня наши силы обороны. Это была действительно успешная операция, вызвала истерику просто в Кремле, но это состоялось. Но вместе с тем, чтобы победить сегодня врага, у нас идет и война на истощение. Это уже все эксперты признают, это признают на Западе. Идет и война на истощение, на истощение живой силы, то есть убить нужно побольше врага, побольше уничтожить их, перемолоть. Что и происходит сейчас на восточном направлении. Под Бахнадом, Маренко, Делька, это самые горячие. К сожалению, гимнут и наши защитники, но противник несет гораздо больше потерь. Также перемолоть его, кроме личного состава, технику побольше уничтожить. То есть нужно нанести врагу военное поражение. Без этого мы можем двигать линию взад-вперед. Фронт, атак, это не изменится. Они будут накапливать силы и опять же давить. Поэтому видим, как перемалывается сегодня российская армия. Хотелось бы еще делать это более эффективно с авиацией, но пока не можем доставать их так эффективно, как нам бы хотелось. Но пехота, бронетанковые подразделения перемалываются. Мы видим, что на линии уже фронта появились танки Т-55. Появляется еще более старая техника. И это очень хорошая новость для нас. Значит, не все так гладко в российском рейхе. Будем и дальше продолжать заниматься тем, чтобы утилизировать их всех. Юрий, спасибо вам огромное за разговор. Надеюсь, в этот раз разночтения не будет ваших месседжей среди средств массовой информации. Переживем как-то еще раз. Может и так. Юрий Игнат был с нами на связи. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.